Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы начинаем проходить игру с довольно-таки незамысловатым названием, игру с названием 13. Игра уже довольно старая, вышла она в 2003 году, не скажу в каком месяце, не помню, но в прошлом году она в любом случае отпраздновала свое десятилетие. Но тем не менее, эта игра на сегодняшний день представляет определенный интерес, в коей мере она уникальна, и именно поэтому я хотел бы пройти ее именно в качестве прохождения, в качестве летсплея. Так, давайте долго не будем разбираться в опциях, я вроде бы все настроил, все должно быть хорошо, меня должно быть нормально слышно. Новая игра. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нахрено в это оказывается? Как ты чувствуешь? Ты еще не помнишь? Я нашел этот ключ в вашем доме. Ты слышишь о Банг? Вот. Кто это? Итак, мы играем за человека, который потерял память и вообще ничего не помнит в своем прошлом. Единственное, что нам намекает о том, кем мы являлись, это татуировка на груди и вот этот вот ключик от Банг. Это единственная наша зацепка, которая может сказать о том, кем мы были и почему нас хотят собственно убить. Так, ладно. Отлично. Нам пригодится. У этой девушки где-то был телефон. Так, мне аптечка не еще пригодится. Да ты засунула, а? Что парень-то просто? Ладно, неважно. Ага, ключ, пистолет. Привет, приятель. Встреча! 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 Прицел в этой игре ведет себя маленько странно. Я-то замечал, что при первом прохождении еще когда играл первый раз, проходил. Я то был, не знаю, где-то 2004 наверное год. он проскакивает иногда почему-то я прям мастерская стрельбы от меня в этой игре не ждите будем косить абсолютно во всех и по большей части из-за моей собственной криворукости франк у меня для тебя плохие новости твоя девушка повеселее вернется домой опасно кулы так ладно этим выше что-то надо патрону револьвера револьвера патрона еще 9 миллиметров патрона все естественно нашей главной задачей сейчас является быстренько покинуть этот пляж потому что нас охотятся совершенно непонятные для нас личности и ничего доброго от них ждать не стоит я думал это было два хэдшота ладно неважно парку ставил но не на вода вообще сама игра то есть если так и смотря по стилистике она выполнена в стиле и такого комикса и это не просто так самом деле что мы сделали мы использовали аптечку очень зря на самом деле игра создана по мотивам одноименного комикса комикса также открывается 13 и он был написан пишется аж двумя авторами один из них французский второй берегите не помню кто именно из них кто в общем это вильям вэнс и жан ван хан да как бы вам перестивальность его фамилия именно так и вызовут так ну приятно умреть да что такие сепоркурщики о да еще с ножичком а прям вообще дерзкий паренек ладно наша естественная задача быстренько выбраться отсюда с этого пляжа так револьвер пробили ему череп круто а ну да конечно абсолютно что здесь такие небольшие баги с подъемом для тела так покорни акул маленько то они сегодня голодали так ну и вот он собственно выход цепляжа и думал мы сейчас успешно отсюда уйдем прицеливаться здесь нельзя то есть я нажму на правую кнопку мышки ничего не произойдет ну здесь учебным револьвером здесь на правую кнопку мышки альтернативная стрельба так закрыто и мы подобрали ключ 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 от машины на самом деле надо быстренько на нее убираться потому что тут будет паренек который будет пытаться ее подорвать у него рпг 6 должно быть да он уже показывает то что там такое давайте мылаз а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Клёвые туфли Субтитры сделал DimaTorzok 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 в игре почему сразу так что то суммутся в полицию собственного ушка и понятно это было наше полмода но сами сложились с вами подрывали точка в киеве он может он успел настреливать но у него отработали револьвер хотя нам на самом деле в этой миссии понадобится не скоро в этой локации точнее потому что служащих убивать мы не можем а вот табуретки по башке это пожалуйста приятель тебя сегодня ждет свидание с табуреткой надеюсь тебе понравится так что тут наверху запертая дверь замечательно так и что сколько охранников ходит бродит таких которых надо вырубить по стелсу может вниз просто прыгнем там вот выход уже виднеется нельзя ни одного пока не вижу вот хорошо если их конечно не будет он там уже один ходит убивать их нельзя если вы убьете хоть одного охранника то миссия будет сразу опс то здание будет сразу провально мужик привет здесь тебе понравилось так ключ тут не работает дверь закрыта там еще один вылез там пойдет он пойдет сюда тэп 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 вернул что ли куда то а примитивная такая стала система хотя противник иногда точнее иногда в перестрелках они там иногда почему я всегда пытаюсь подвисло иногда почему они пытаются друг друга прикрыть сделать грамотные действия ооо ман я прочитать имя то есть идиот я не заметил что да а стоп-стоп-стоп он же идет сюда о о о тихо-тихо-тихо это было довольно криво не знаю почему он не задел табуреткой мне кажется у табуретки довольно большой размах и довольно странно что он не задел так ладно у нас нет аптечек уже есть такой звук знаете как будто бы он эту аптечку закуривает ладно неважно а что у нас тут это символ похожий на фашистку фашистские символы так ты кто просто директор ни имени ни фамилии ага мне нужен табурет оу это неудачно красивый у тебя кабинет стоило бы его подпортить за то что ты настукачил на нас ну я по крайней мере сломаю один из твоих стульев так ну как то странно ходит кстати там что то по идее должен был уже до сюда идти гонки такой таб и пошел назад отлично здесь второе где то провал Ой-ой-ой, вот он. Ой-ой-ой-ой, мы щас умрём, мы щас умрём. Тут спринтить нельзя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я жду тебя, приятель. На, иди сюда. Ох ты ж! Вот это у него реакция. Ладно, повтор. Довольно далёкое сохранение. Чего ты сюда поворачиваешься? Может, как-то надо было по стелсу вырубить. Так, ладно, мы сейчас не все знаем, в принципе, где кто стоит. Так, табуретка. Для тебя я даже не буду подкрадываться. Ой, зря надо было подкрасться всё-таки. Ладно, так, неплохо. Ну, как видите, иногда можно рашем пробежаться, можно не парить себя с телс-элементами. А тут ещё один появится, да. Ну, давай, приятель, иди. Табуретка по имени Лена ждёт свидания с тобой. Нежный, страстный поцелуй по башке. Так, ладно. Сюда, да, директор. Сейчас он будет много-много-много гнать. Мангуста. Информируем Мангуста. Сейчас. Тот, как Мангуста, интересно. Один из этих номеров странных. Так. Ты же меня не заметишь, да? Отлично. В этот раз он быстро склеился. Да-да-да, я помню этот тимул. И мы уже там, где надо. Нет! Блин, ну что ты? Такой прям разворачиваешься, а? Так не вовремя. Второй у нас подсёп. Нет, он услышал всё это. Это, по-моему, входит там спокойненько так, да. Ты ведь не повернёшься, а это всё нормально. Отлично. Сот патронов, кстати. Угу. Угу. Что вы здесь заложник идите прямо к вашей цели. Нажмите действие. Действие, по-моему, у нас на кнопку Е. Главное, не перепутайте, случайно её не убить. О, мой Бог! Так, иди сюда. Оу! Я просто нажал ещё раз на кнопку действия. Это называется «Освободить заложника». Там был такой звук, как будто бы мы свернули из шеи. Так. Посиди где-нибудь тут. Ага, замечательно. Мы ещё не можем использовать карты, когда у нас что-то в руках, да. И, конечно же, они теперь на нас саграли. Угу. Мастер кулачного боя. У нас есть аптечка, поэтому мы можем, в принципе, расправиться с двумя. Но их трое. Табуретки. И чё тут нет, да? Конечно же, какая тут может быть табуретка. По идее, мы должны были выходить вместе с заложником отсюда. Ну, давайте расправим. Отлично. Так, директором там были. Мы что-то пропустили. Угу. Так, ну вот эти ребята... А, он умер. Явные сотрудники банка. И я думаю, мы можем по ним пострелять. Отлично. Это действительно какие-то левые. К тому же, они убили охранника. А мы вроде бы охранников не убивали. Приятели. Никого? Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Куда ж ты взялся-то, а? Дробовик. Пожаат, будь более таким серьезным средством против них. О, кстати, вон. Ох ты ж. Детечка у меня. Угу. Сколько зарядов? Два заряда. У тебя хватит. Йоу! Неожиданно, конечно. О, еще такой звук, типа... Кто-то где-то тебе... Кого-то где-то тебе показывают. Тебе, кого непонятно. Так, ладно. Пошпять может там. Только не говорите то, что... Нам еще придется разбираться там со спецназовцами. Будет очень не кстати. В дроби у нас один заряд. Ну, хватит кому-нибудь в голову засадить. Хотя можно, знаете, вот здесь вот так отсидеться, пока... На улицах не будет спокойно, пока все... Не подумают то, что мы уже в далеких краях. ФБИ, отрепь твою оружие! Стив Роланд. Ты под арестом за убийство Уильяма Шеридана. И да, тут нас внезапно арестовывают за убийство не кого-нибудь, а президента Соединенных Штатов. Амнезия, а? В самом деле, нет лучшей защиты. Если вы имеете право, чтобы остаться в тихо, то есть, когда вы говорите, что Таннен будет использоваться против вас в законе права, вы имеете право. Что за убийство, когда вы не помните что-то? Таннен будет использоваться против вас в законе права, вы имеете право. Так, знаете, давайте закончим, наверное, эту серию. Она длилась, по-моему, довольно долго, не знаю, я не засекал время. Но, тем не менее, я надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам интересно это прохождение. Если да, ставим лайки, отписываемся об этом в комментариях. А если нет, ставим дизлайки, оставляем гневные отзывы, что это за говнище, зачем ты это проходишь. В любом случае, сегодня на этом всё. С вами был Кейн, всем удачи и пока.